Добрый день, дамы и гостода! Особенно дамы, потому что больше мой видеофильм предназначен для дам, а не для мужчин, мужчины, наверное, это уже все знают, вот, решил я стать тоже маленькой звездочкой ютуба, а заодно и поделиться своим небольшим опытом по старению, так сказать, дерева. Что нам для этого надо? Для этого, во-первых, нужна доска. Вот, девушки, доска должна быть желательно профугованная, так сказать, пройденная на рубанке. Вот, я вот уже прошпунтовал, профуговал ее. Почему гладкая? Потому что при отжиге это все быстрее обжигается. Когда доска не отфугована, вот, просто вы дольше будете ее обжигать. Дальше. Аппарат для обжига. Вот. Такая штучка для обжига свиней. Ей можно также и обжигать доски. Так, вот, девушки, я купил так называемый Топекс. Польская штука, не Китай, по крайней мере. Работает на ура. Джазу дает хорошо. Вот. Ну и третье. Станок или приспособление какое-нибудь для выборки мягких волокон дерева, хотел сказать, ткани. Да. Вот. Ну что. Вот аппарат. Вот, видите, будущее заведение, так сказать, ватер-клозет. Вот. У меня там баллончик стоит. Вот. Редуктора нету, я поэтому регулирую самим вентилем. Даю чуть-чуть оборотов, чтобы не взорвалась у меня эта штука в руках. Вот. Главное, вот, девушки, главное. Никогда не обжигайте доски на земле, вернее, на траве свежескошенной, высушенной. У меня тут, видите, как видите, больше негде. У меня трава везде скошенная. Вот. Я ее как можно подальше убрал, но все равно нет-нет, да полыхнет. Приходится затаптывать. Вот. А дело это, сами понимаете, можно красного петуха пустить по всей деревне. Потом, в лучшем случае, морду набьет. А в худшем, сами понимаете, всю жизнь расплачиваться будешь. Вот. Ну что, приступим понемножку. Пошел включать. Дело это серьезное и ответственное. Вот. У каждой уважающей себя женщины должна быть в руках зажигалка. Вот. На худой конец можно воспользоваться спичками. Факелом. Все, что горит. Пьезо поджигом. Кресалом с кремнем. Вот. У меня вот зажигалочка волшебная. Сейчас мы ее будем испытывать. Так же. Горит. Маловато. Надо джазу побольше дать. Вот. Кладем досочку на такое вот волшебное приспособление. Мало опять. Что ж такое. Рука сбилась наверно. Видите, реактивная тяга. Хоть в космос улетает. Вот. Приступаем. Рука сбилась. За ненадобностью выключим пока. Вот. Получилась у нас вот такая заматированная видите, одинаково однотонная досочка. Вот. До суперуглей я не доводил. Вот. Ну, такой вот цвет. Дальше, да, мы будем выбирать корщеткой. Вот. Вот. Ну, некоторые надевают корщетку на болгарку, на дрель. Кто вручную. У кого много сил, терпения и желания. Вот. Я раньше работал болгаркой. Как и все, наверное. Вот. Потом мне это все надоело. Я все-таки смастерил кое-какой станочек. Вот. Потом во второй серии вы его увидите. Вот. Ну, пока не переключайтесь, вас ждет вторая серия по выработке, так сказать, мягких волон древесины. Еще раз здравствуйте, господа товарищи, а особо товарищи женщины. Вот. Как я обещал, сейчас я вас познакомлю со своим чудо-брашировальным станком и принципом его действия. Это бывший циркулярно-рубаночный станок. На нем можно было фуговать и циркулировать, пилить, то есть доски. Вот. Сделан еще моим отцом. Вот. Я его вот модернизировал к его неудовольствию, переделал. Это вот, не знаю, видно вам? Тут моторчик, ременная передача. Мотор на 2,5 кВт. Он мощный, но скорость на нем маленькая, естественно, после этого. Нам такое, в общем-то, в принципе, и нужно. Вот. Товарищи женщины, леди, вот. При работе на этом станке что нам нужно? Нужно всегда работать в защитных очках. Я тоже работаю, забрали всегда, но сейчас, естественно, так как я снимаю художественную фильму, вот, я решил масочку не одевать, вот, чтобы вы видели мои честные и правдивые глаза, мое симпатическое лицо, ну и, короче, чтобы не портило, так сказать, вид. Ну что, вы, наверное, устали ждать, вы хотите видеть, как это все получается. Вот, берем уже ранее, вот, опаленную досочку, вот, смотрим, как идут волокна, чтобы мы шли по волокнам, а не против волокн, чтобы у нас не задирало это дело все. Ну и включаем, естественно, станок. Ну и пошло. Вот такая вышла досочка. Это потолочная доска, поэтому я хочу посветлее ее сделать, чтобы были ложные балки потемнее, чтобы конкаст не сбывал. Поэтому пройдусь еще один раз. Вот такая вот вышло чудо досочка. Как видите, видите, у нас чуть светловатая, вот, но структура очень видна замечательно. Когда это покроется водным лошком, будет выглядеть зашибонческо, вот. Всем, я думаю, понравится, кто понимает красоте. Вот. Спасибо вам за внимание. Рад, что вы просмотрели все мое видео до конца, вот. Ну, пока не выключайтесь, сейчас будет маленькая реклама от меня, вот. я как бы занимаюсь не только вот такой ерундой, и режу всякие черпалки, ложки, поэтому, если будет желание, вот, обращайтесь, мои изделия всегда в вашем распоряжении. не прощаюсь, до скорых встреч, ваш Александр, муж на час. не прощаюсь. Хе-хе-хе-хе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok